Кто не так умен, как думают люди Сын маминой подруги, с которым моя мать постоянно меня сравнивает Дэвид? Сын Элисон? О, он милый мальчик Ты в курсе, что он капитан футбольной команды? А то, что он помогает слепым детям в колледже, чтобы те сдали зачет Мальчик всегда помогает маме с продуктами Ты бы мог быть таким же умным, как и он, если бы приложил для этого усилия И перестал бы играть во всякие игры Halo of Duty Программисты Я программист, и я потратил 10 часов на исправление неправильно написанного слова Я видел, что другие программисты точно так же тупили и тратили много времени на исправление всего лишь одного слова Биржевые трейдеры и другие инвесторы Криптобарыги примерно из той же категории Супермамочки с Facebook Так забавно, что моя мама главный советчик среди своих друзей И она может часами говорить по телефону с кем-то о том, как им наладить свою жизнь и добиться успеха В то же время ее жизнь буквально разваливается на части При этом она больше озабочена советами по поводу чужих жизней, чем налаживанием своей собственной С тех пор, как я от нее съехал, она в этом плане стала только хуже Родители Вы растете с мыслью, что ваши родители все знают и все умеют Потом вы сами становитесь родителем и понимаете, что это все ширма, которую вы создаете для своих детей Чтобы они чувствовали себя в безопасности И в этом есть своя логика В детстве я считал своих родителей самыми умными людьми на свете В подростковом возрасте я превратился в болвана, который все время их недооценивает Когда я стал немного старше, я понял, что они обладают большим жизненным опытом и мудростью И я рад, что они все еще рядом Согласен, мне пришлось стать родителем, чтобы понять, что быть матерью-отцом Это, с одной стороны, естественная вещь А с другой, это не что-то понятное или то, что можно вычислить научными расчетами Вы просто решаете проблемы и задачи по мере того, как они появляются в вашей семейной жизни То есть поступайте точно так, как поступали ваши родители И старайтесь выходить из трудных ситуаций наилучшим образом Чтобы вашим детям было максимально хорошо Безопасность и защищенность – жизненно важные вещи для ребенка по мере его взросления Если дети вырастут уверенными и оптимистичными людьми То у них будет больше шансов принимать верные решения, когда наступит такой момент Буквально все люди в той или иной степени глупы Потому что мы не можем быть одновременно универсалами и экспертами в какой-то узкой теме Мы можем либо делить все свое время поровну на различные сферы и быть универсалами Либо сосредоточить огромное количество времени на небольшом количестве вещей и стать в них экспертами Универсалы никогда не будут так же хороши, как специалисты, когда дело касается их специальности В то время как специалист часто бывает ниже среднего уровня во всех областях, которые он не изучал Ведь у него не было времени на это, он был занят изучением своей специальности Это объясняет, почему моя сестра-врач не может понять, как откачать бензин Моя мама-медсестра скорой помощи не знает, как работать в Microsoft Word А папа, у которого два высших образования, не знает, как меня любить Чувак, ты только что описал всю мою жизнь Поскольку у меня докторская степень, люди думают, что я гений Неа, я просто очень умен в одной области и чертовски настойчив Илон Маск Изменено Он как-то писал про ковид в Твиттере За две недели до того, как кривая заражений вышла на плату Он сказал, что при нынешних тенденциях пандемия закончится к концу апреля Или что-то в этом роде Он также решил высказаться по поводу лечения заболевших ковидом И безосновательно раскритиковал пациентов, получающих через концентраторы высокопоточный кислород Сказал, что им нужно давать низкопоточный При этом он не привел никаких на то доказательств А в феврале 2020 года он сказал, что ковид – раздутая тема Это было за месяц до официального объявления о пандемии, когда все уже было ясно На самом деле он не так уж умен Просто окружает себя умными людьми и зарабатывает на этом деньги и славу На открытке, что я нашел ко дню рождения своего отца, было написано примерно следующее Я помню, когда мне было 15 лет, я не мог поверить, как мало мой папа знает Сейчас мне 25, и я не могу поверить в то, как много он узнал за эти годы Когда мне было 14, мой отец был настолько невежественным, что я с трудом выносил его присутствие Но когда мне исполнился 21 год, я был поражен тем, как многому научился старик за эти 7 лет Марк Твен Эта цитата приписывается Твену, но ее нет ни в одном из его произведений и материалов Не верьте случайным цитатам в интернете Авраам Линкольн Иногда вы спускаетесь в чудную кроличью нору в интернете и начинаете верить в сумасшедшие вещи Иисус далматинцам 4.20 Нил Деграсс Тайсон Хотя он является экспертом в своей области, у него есть манера перебарщивать и делать заявления, касающиеся областей, в которых он не является экспертом Более 10 лет назад я видел его выступление в своем колледже, и я был в шоке от того, как много неточных вещей он тогда говорил То, что вы астрофизик, не делает вас экспертом, скажем, в биологии А он сделал несколько заявлений, которые были ошибочными или представляли собой дезинформацию Причем он говорил их с полной уверенностью Я не помню конкретных примеров, но я пришел на ту лекцию, будучи молодым специалистом по биологии И помню, как на следующий день в классе эмбриологии все говорили Эй, а почему Нил Деграсс Тайсон сказал так много крайне неверных вещей о биологии и эволюции? Мы как-то неправильно его интерпретировали, или он просто не знал, о чем, черт возьми, говорит? С тех пор он и в твиттер писал разные вещи, которые позже опровергали другие люди И у него никогда не хватало смелости сказать Это вне моей компетенции, и я не могу высказывать свои комментарии на этот счет Позвольте мне сослаться на другого эксперта Одна из черт характера умного человека, это понимание того, что ты не знаешь всего А Нил Деграсс Тайсон кажется мне в этом плане невыносимо высокомерным Извинено, вот небольшой список того, в чем он ошибался И вы можете легко найти больше таких примеров Люди, выкладывающие на YouTube маленькие ролики с предельно простой мыслью Типа, на собеседование нужно идти в брюках А на фоне ставят героическую музыку из фильма И все это под заголовком «Меняй свою жизнь, получи работу мечты» Брюки? Понял Еще какие-нибудь советы? Насчет брюк это было для меня реально открытие Обувь тоже надень Я как-то пришел босиком, работодатели расценили это негативным образом Если без рофлов, то это годный совет для тех, кто проходит собеседование онлайн Вы можете подумать, что вам они не нужны Но что, если вам придется по какой-то причине встать? Я не могу поверить, сколько учреждений я закончил, должностей и возможностей получил только потому, что я очень уверен в себе Хорошо говорю и могу офигенно подать себя на собеседование И все только потому, что у меня большой словарный запас и я использую умные слова Люди постоянно переоценивают мой реальный интеллект Я мог бы в буквальном смысле стать амбассадором фразы «fake it till you make it» То есть притворяйся, пока это не станет правдой Ха-ха, да, уверенного использования многосложных слов часто достаточно, чтобы убедить людей в том, что я суперумный Расстраивает то, что я не очень тщательно подбираю умные словечки Они тупо сами приходят на ум И люди часто думают, что я пытаюсь выпендриться Канье Уэст не такой умный, но и не такой тупой, как думают многие люди Я искренне верю, что он чрезвычайно талантлив в музыкальном плане, когда речь касается продюсирования Просто в обществе такой большой культ Канье, что все остальное, к чему он прикасается, автоматически становится успешным Даже если это полное дерьмо Практически все, что он делал в моде Я. Все думают, что я умный, но на самом деле я пиздец какой тупой То же самое, но на самом деле я могу просто незаметнее и быстрее всех гуглить в интернете Одаренные или гениальные дети? Когда-то я был одним из таких По мере того, как жизнь становится все более сложной, возрастает и давление со стороны сверстников и родителей Я некоторое время работал учителем На мой субъективный взгляд, в детстве понятие «быть одаренным» на 90% складывается от того, насколько стабильна ваша домашняя обстановка Насколько послушным является ребенок и как он ведет себя со взрослыми Отсюда и вытекают хорошие оценки в начальной школе Потом эти дети вкладывают больше усилий в школу У них появляется больше уверенности и ресурсов, и они становятся талантливыми детьми уже в старшей школе, колледже и жизни в целом Лично мое мнение, сухой интеллект менее важен, чем люди привыкли думать Я тоже был одним из таких детей, и мне говорили, что я просто от рождения гениален или типа того Только во взрослом возрасте я осознал, что к чему Стив Джобс Он не сделал ничего особенного, кроме того, что просто сказал умным людям воплотить его идеи в жизнь Я не помню, кто из комиков сказал эту фразу, но она очень точная А еще он никогда не принимал душ и умер раньше, чем мог бы, потому что думал, что фрукты могут вылечить рак Конченый был чел Учитывая, что он не только дал будущее Apple, но и благодаря своим маркетинговым и бизнес-стратегиям Создал безумно лояльную фанатскую аудиторию, которая готова расхватывать все продукты, как только они попадают в магазины Я бы сказал, что он все же был по-своему умен Инженеры Я один из них Я работаю со многими из них и большинство инженеров одни из самых ущербных людей, которых я когда-либо имел несчастье знать У них нет квалификации, чтобы делать или думать о чем-либо, кроме крайне специализированной вещи, которой они обучены И при этом они считают, что они настолько шарящие, что готовы работать где угодно Это правда, но обратная сторона заключается в том, что, по крайней мере, по моему опыту Когда маркетологи или продажники дают глупые обещания, я, как специалист по снабжению, как правило, могу рассчитывать на то, что инженеры будут единственными в помещении, кто скажет правду Джо Роган Люди думают, что Джо Роган умный? Почему? Я уверен, что сам Джо Роган не считает Джо Рогана умным Во всяком случае, фанбои Джо Рогана считают Джо Рогана намного умнее, чем сам Джо Роган считает Джо Рогана Мы сами Мы люди всегда переоцениваем свой интеллект, и это раздражает Мне кажется, я где-то читал или, по крайней мере, слышал про такое, но не уверен, что это научная инфа Короче, тупые люди склонны переоценивать или преувеличивать свой интеллект А умные люди склонны недооценивать или преуменьшать свой собственный Эффект Даннинга Крюгера Чем больше вы знаете, тем больше вы осознаете, что вы мало знаете И так до тех пор, пока вы не станете настоящим экспертом И даже тогда, по всей видимости, вы не достигнете той непоколебимой уверенности людей, которые знают всего ничего Большое спасибо за просмотр В комментариях под видео напиши, кто не так умен, как думают люди И не забудь посмотреть наши другие выпуски Пока Субтитры сделал DimaTorzok